Инвестиционная компания Intel Evras является опытным советником на украинском рынке слияния и поглощения. Добрый вечер, рады приветствовать вас на The Banking 50. Первый вопрос, который я хочу вам задать, это куда сегодня стоит инвестировать? Добрый вечер, инвестиции это драйверы экономики. Мы инвестируем в Украину, мы верим, развиваем и инвестируем в ту страну, в которой мы находимся. Мы сфокусированы на таких секторах, как аграрный сектор, недвижимость и инновации. А стоит ли инвестировать сегодня в недвижимость в Украине? Я думаю, этот вопрос интересует многих, он на сегодня есть актуальный. Недвижимость это инвестиционно привлекательный сектор, и мы считаем, что в него стоит инвестировать как украинцам, так и иностранным инвесторам. Недвижимость трансформируется вместе с экономикой, образуются новые форматы, новых сегментов. Например, стоит обратить внимание на образовательное направление, медицинское, логистическое. Также трансформируются и форматы жилья, и рабочие пространства. А как вы считаете, какое будет иметь влияние открытие рынка земли на агробизнес, на сельхозпроизводители? Я думаю, что никакого в ближайшее время ощутимого эффекта этот открытие рынка не даст. Почему? Потому что сельхозпроизводители на текущий момент также выкупают разными схемами. То есть, как бы, да, эту землю, это больше вынужденная мера, потому что рынок земли – это больше сегмент коммерческой недвижимости, чем сельхозпроизводители. И он просто сдается в аренду, и люди получают доход. Поэтому я считаю, что в ближайшее время мы не увидим, будет играть роль только для тех, капитализация будет появляться, и стоимость, кто сможет консолидировать массивы земли цельные. Тогда это действительно будет какая-то ценность, будет добавленная стоимость. Следующий вопрос, который интересует всех, как мне кажется, это какая будет стоимость земли после открытия рынка земли? Сейчас давать прогнозы – дело неблагодарное. Но в зависимости от регионов, я думаю, что, предполагаю, что стоимость одного гектара земли будет варьироваться от 800 долларов до полутора-двух тысяч долларов за гектар. Какие вы видите тенденции на рынке слияния и поглощения компаний в агросект? Агрохолдинги пытаются сейчас, если брать из последних тенденций, расширяться в зонах своего присутствия для оптимизации логистики. Это такой четкий, понятный тренд. Второй тренд, который мы сейчас наблюдаем, это смещение предприятий на покупку предприятий в зонах с хорошей влажностью. Третья особенность, которая есть наиболее активными сейчас и наиболее платящими интересную цену, являются более мелкие инвестора, которые заходят в малые и средние предприятия. И еще одним таким моментом, особенностью сейчас является, что ожидание крупных холдингов покупки агропредприятий по более низкой цене из-за неурожайного года. Но этому мешает конъюнктура повышения цен на сельхозпродукцию. Ну что ж, большое спасибо вам за ответы, большое спасибо за интервью и приходите на Banking50 на наше следующее мероприятие. Будем рады вас видеть.